В эфире телекомпания «Город» программа «Городские встречи». Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях заместитель начальника межрайона ФНС России номер 3 Паризанской области Михаил Минко. Здравствуйте, Михаил Леонидович! Мы знаем, что до 1 декабря все физические лица должны уплатить три вида налогов. Транспортные, имущественные, земельные. Расскажите нам, пожалуйста, кто освобожден от уплаты таких налогов? Прежде всего хочется сказать, что в настоящее время налоговые органы Рязанской области полностью завершили рассылку налоговых уведомлений на уплату этих налогов. Поэтому в ближайшее время необходимо их действительно уплатить. Льготами пользуется довольно-таки большое число граждан в Рязанской области. В 2015 году количество таких граждан составило 350 тысяч. Что касается категорий этих граждан, достаточно большое количество таких категорий. Самое главное, что необходимо помнить, что предоставление льгот по имущественным налогам носит заявительный характер. То есть сам налоговый орган не будет предоставлять сам по себе кому-либо льгот. Для этого необходимо подать заявление в соответствующую налоговую инспекцию. И после этого налоговый орган уже предоставит соответствующую льготу. В каком формате можно подавать заявление? Как правило, заявления подаются на бумаге. То есть налогоплательщик приходит в налоговую инспекцию. Раньше это было только по местонахождению имущества. Сейчас он может прийти в любую налоговую инспекцию с начала 2016 года. То есть если он, например, прописан в Октябрьском районе города Рязани, а имущество у него находится где-то в Рязанской области, например, в Спасском районе, то он может прийти по месту прописки в третью налоговую и подать заявление там на льготу по этому имуществу, которое находится у него достаточно далеко. Расскажите, пожалуйста, какие льготы предусмотрены для владельцев транспортных средств? Для владельцев транспортных средств льготы устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. Так, в Рязанской области они установлены законом о налоговых льготах. Это закон от 1998 года с соответствующими изменениями и дополнениями. Этим законом установлены льготы для следующей категории граждан. Это, прежде всего, пенсионеры, инвалиды всех категорий. Они имеют право на налоговую льготу на одно транспортное средство по выбору налогоплательщика для легковых автомобилей. Это автомобили с мощностью до 150 л.с. включительно, мотоциклы и мотороллеры до 45 л.с. включительно. Также этим законом установлены налоговые льготы для лиц, которые имеют на издевение трех и более несовершеннолетних детей. Для такой категории граждан установлена льгота также на одно транспортное средство по выбору налогоплательщика, но уже более широкий диапазон. То есть для легковых автомобилей, для грузовых автомобилей, для мотоциклов и мотороллеров, для тракторов даже без ограничения мощности. И для автобусов с ограничением мощности до 200 л.с. Кому предоставляются льготы на земельные участки? Льготы по земельному налогу установлены в виде уменьшения налоговой базы на 10 тысяч рублей. То есть в данном случае налоговой базой по земельному налогу является кадастровой стоимостью. Подобной льготой пользуются герои Советского Союза, герои Российской Федерации, инвалиды первой группы, инвалиды с детства, инвалиды второй группы, в том случае, если эта категория установлена им до 2004 года, а также ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий. Кроме того, по земельному налогу льготы могут устанавливаться органами местного самоуправления, то есть соответствующими решениями и законодательными актами. Так, на территории города Рязани дополнительно установлены льготы в виде полного освобождения от уплаты земельного налога для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, для таких категорий, как пенсионеры, члены многодетных семей, сироты, установлены льготы в виде освобождения на 10 тысяч рублей от налоговой базы. Вот что касается налога на имущество, да, вот в этом году изменилось его вычисление, теперь он вычисляется не по инвентаризационной стоимости, а по кадастровой. И вот что касается лиц, которые имеют право на льготы по имущественному налогу, что вот у них изменилось в связи с этим? Ну, как раз в связи с тем, что исчисляется над кадастровой стоимостью, абсолютно все налогоплательщики имеют право на льготу в размере 50 квадратных метров в жилом доме, 20 квадратных метров в квартире и 10 квадратных метров в комнате. Вот, а то, что касается льготы, о которых говорилось ранее, всего существует 15 категорий налогоплательщиков, которым предоставляются льготы по налогу на имущество. Среди них это прежде всего пенсионеры, военнослужащие, участники боевых действий, инвалиды первой и второй группы. В отличие от того, как льготы предоставлялись ранее, сейчас, начиная с 1 января 2015 года, существуют некоторые ограничения. Прежде всего, льгота предоставляется только на те объекты, которые не используются в предпринимательской деятельности, и льгота предоставляется только на один объект каждого вида по выбору налогоплательщика. К таким видам относятся жилой дом, квартиры, комнаты, хозяйственные постройки, площадь которых менее 50 квадратных метров, а также гаражи или машинные места. Например, если налогоплательщик имеет две квартиры, вне зависимости от того, в каком месте Российской Федерации они расположены, то он может воспользоваться льготой только на одну квартиру, и при этом сохранить право на льготу по, например, садовому домику, который есть у него еще. В электронном виде можно ли подать заявление на льготу? Да, можно. Если налогоплательщик пользуется сервисом личный кабинет для налогоплательщика физического лица, в этом случае он непосредственно из своего личного кабинета может подать такое заявление. В интерактивной форме необходимо выбрать инспекцию, в которой необходимо подать это заявление, выбрать вид налога и прикрепить сканированные копии документов, которые подтверждают эту льготу. У тех людей, у которых есть вопросы по исчислению налога имущественного, какие-нибудь мероприятия, может быть, по разъяснению, проводят ли налоговые органы? Для тех налогоплательщиков, которые еще не успели подать заявление на льготу, у кого остались какие-то вопросы по порядке исчисления уплаты имущественных налогов, те, кто хочет подключиться к личному кабинету налогоплательщика, и нет какие-то еще вопросы, касающиеся имущественных налогов, всех мы приглашаем 18 и 19 ноября на Дни открытых дверей. В пятницу, 18 ноября, День открытых дверей, во всех инспекциях Российской Федерации будет с 9 часов утра до 20 часов, а в субботу с 10 до 15. Михаил Леонидович, спасибо вам большое за беседу. Желаем вам успехов в вашей работе. Третье зрители напомню, что в гостях у нас сегодня был заместитель начальника межрайона ФНС России номер 3 Призанской области Михаил Минко. Мы прощаемся с вами до новых встреч в эфире. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!